МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственной статистике в Хакасии исполняется 100 лет. Об истории и современных задачах этой службы мы поговорим сегодня с заместителем руководителя управления Федеральной службы госстатистики по Красноярскому краю Хакасии Туве Татьяной Шершовой. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого времени берет свое начало государственная статистика здесь у нас в Хакасии? Довольно ранний такой период, когда были упоминаются первые статистические операции. Речь идет о статистических отчетах. Это было в 1825 году. А какую-то интересную информацию вы подчеркнули, изучая историю из этих отчетов? Ну, во-первых, очень интересно сами в архивных документах найдены отчеты. То есть форма бланка какова, какой стиль написания. Перепись 1926 года зафиксировала очень интересный момент один. Были определены 10 долгожителей в нашей Хакасии. Одному из которых было 130 лет, 118, это мужчина-хакас, и 110 лет женщина-хакаска. Долгожитель сегодня Хакасии сколько ему лет? Ну, долгожители у нас есть и 100-летние тоже, и ниже. То есть не выше 100 лет. Тогда люди жили дольше, получается. Тогда люди жили дольше. Сегодня вы на новом рубеже готовы ли работники статистической службы к новым условиям? Конечно. Я хочу отметить то, что наша статистика Хакасии, она развивалась, совершенствовалась. И, соответственно, и люди, кадры наши достигли уже профессионального такого уровня, который отвечает современным требованиям. По линии Росстата разработана стратегия развития государственной статистики. И, соответственно, конечно, в современных условиях мы также работаем с цифровой платформой. То есть цифровая платформа, она нам помогает осваивать и выполнять наши функции, как органы государственной статистики. А в чем ваши функции? Вот основная задача, основная роль статистики? Ну, конечно же, в те далекие времена и по прошествии 100 лет, когда был ручной сбор информации, не было тех же обычных калькуляторов, которыми мы пользуемся сейчас. Счеты были. Вот уже в мою бытность я еще даже застала, что были счеты. То есть мы считали. Бланки, отчетность, то есть показатели формировались тоже ручным сбором. То есть считали на счетах, то есть общий показатель какой-то по, значит, отчетности. Да, бланки отчетности, помню, складывали гармошечкой и линеечкой держали и считали. Сейчас, конечно, у нас стоят современные программные, то есть компьютеры, современные программные комплексы. Ну и, конечно же, цифровая платформа, которая сейчас существует, она позволяет нам, значит, обрабатывать, хранить информацию централизованно. То есть у нас сейчас современные программные комплексы, которые позволяют нам хранить данные. Есть реестр форм статистической отчетности. И, конечно же, все это, как бы, идет, влияет, вернее, на скорость обработки информации. Даже вот если мы с вами посмотрим перепись населения, да, которая вот по законодательству сейчас проходит один раз в 10 лет. Если в 2002 году, в 2010 году и в 89-й год перепись была населения, обработка итогов переписи доходила до 3-4 лет. То есть после этого только пользователи могли видеть точную, уточненную информацию, значит, которая была заложена в программе наблюдения. То сейчас, сейчас вот у нас впервые в истории прошла, как мы все с вами знаем, Всероссийская перепись населения 2020 года, уже разработанная и проведенная на цифровой платформе. То есть у нас переписчики уже не с бланками ходили, да, с программой наблюдения, а было заложено все в планшетах, то есть с планшетами они работали. И предоставлена была нашим гражданам услуга через портал государственных услуг пройти самостоятельно Всероссийскую перепись населения. И, конечно, в течение года, так скажем, в целом информация уже была предоставлена. Оперативные итоги уже были предоставлены на следующий год сразу же. То есть это ускоряет. И а что это значит? А это значит то, что наша официальная статистическая информация, которая своевременно доходит до органов исполнительной власти, до правительства, до всех пользователей, кто интересуется нашей информацией, да, статистической, официальной, это позволяет своевременно, если на уровне нашей той же республики, на уровне правительства, своевременно делать какие-то прогнозы, то есть, во-первых, оценку давать ситуацию сложившейся, которая сложилась в нашей экономике, дальше делать прогнозы своевременно, и, конечно же, принимать своевременно правильные управленческие решения. Вот это немаловажно. И социальные законы, насколько я знаю, там высчитывать минимальный, тоже прожиточный минимум. Конечно. Сколько потребительская корзина стоит, это все вот зависит от вашей работы. Да, и, конечно, сейчас Росстат нацелен на снижение нагрузки на малый бизнес. То есть в этом плане сейчас тоже очень большая работа ведется по сокращению сроков, по сокращению отчетности для малого бизнеса. Людям, обычным обывателям, не всегда понятно, откуда берутся те или иные цифры. Ну, вы знаете поговорку про среднюю температуру по больнице. Вот как считаете, что нужно сделать, чтобы у людей было доверие к статистическим данным? Я хочу сказать, что одним из направлений стратегии развития государственной статистики является то, что мы сейчас своими различными мероприятиями, то есть это брифинги, круглые столы, семинары, мы работаем и с органами исполнительной власти, доводим методологию, правильное понимание нашей методологии, и работаем со студентами. У нас очень положительный опыт работы с нашим Хакасским государственным университетом, то есть у нас с ними имеется соглашение, дорожная карта, то есть мы и студентов принимаем на практику, и, соответственно, проводим среди студентов мастер-классы, то есть рассказываем о доступности нашей официальной статистической информации, где ее можно, в каких источниках найти, то есть указываем путь, рассказываем, то есть рассказываем, как правильно понимать тот или иной показатель. То есть вот в этом направлении мы сейчас работаем. То есть, ну, конечно же, если... Вот даже я хочу сказать, что мы опыт имеем такой, что работы со школьниками уже, то есть продвижение, популяризация государственной статистики, всех ее основ, потому что статистика — это наука, в первую очередь. И еще одно из направлений сейчас вот стратегии развития нашей государственной статистики состоит в том, что как можно больше аналитики давать в массы, то есть по всем направлениям, для того, чтобы люди могли понимать и разбираться, откуда берутся цифры, что они никакие не нарисованные цифры, а они официально собранные. И я думаю, что доверие все-таки должно быть к нашей государственной статистике, поскольку информация, она у нас конфиденциальная, только в агрегированном виде предоставляется. Вот, поэтому я думаю, что мы дальше будем продолжать понимать друг друга, то есть и население, и статистика, и будем делать все, чтобы наша республика развивалась, и чтобы наши граждане также жили хорошо, качественно, и все будет замечательно тогда. Татьяна Владимировна, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и рассказали об особенностях вашей работы. Я же еще раз поздравляю вас со столетием вашей службы и желаю дальнейшей плодотворной работы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Это была программа «Опрос дня» в студии. Работала Ольга Барловская. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова